Здравствуйте, я Анастасия Трухачева, технолог бренда. Сегодняшняя наша тема это окрашивание сложных бровей. Мы будем осветлять волоски на бровях, делая их мягче, и подкрашивать недостающие участки на бровях. Вторым составом отшелушиваем ороговевшие клетки, круговыми движениями отшелушиваю ороговевшие клетки кожи и зашлифовываю здоровые клеточки. Одновременно, параллельно очищая брови от продуктов макияжа. Первым составом снимаем второй состав и обезжириваем кожу. Расчесываем волоски. В данной ситуации у нашей модели не хватает волосков под второй точкой. Именно в этой области мы будем подкрашивать бровки. Верхнюю линию брови мы будем осветлять, а под второй точкой подкрашивать. Так как наша модель блондинка, мы будем брать осветлитель Тауп. Холодный осветлитель, который оставляет легкий след по коже. Мы берем осветлитель Тауп и 3% оксид. Смешиваем один к одному. Наносим осветлитель плотным слоем, хорошенько перекрывая волоски. Начиная от первой точки и двигаясь к хвостику. Очень быстро наносим продукт, слегка подчищая осветлитель, так как он оставляет легкий след на коже. Старайтесь запечатать все волоски. Подчищаем осветлитель. И приступаю ко второй брове. У нашей модели легкая асимметрия в бровях, поэтому мы делаем брови мягче, тем самым минимизируя асимметрию. Немножко выхожу за края нижней линии, чтобы хорошо запечатать волоски нижней линии в осветлителе. Остатки осветлителя добавляю на волоски. Если брови у клиента очень широкие, то я рекомендую развести осветлителя чуть больше. Не горошину, а полторы горошины осветлителя на полторы горошина оксида. И ждем 7 минут, чтобы волоски на полтона стали светлее. Если у клиента более жесткие волоски на бровях, мы можем подержать 10-15 минут. Максимальное время выдержки 15 минут, не больше. У нас прошло 10 минут, и я проверяю первую бровь в первой точке, смахивая немножко осветлитель. Волоски осветлились на полтона, мне этого достаточно. Убираю продукт сначала сухим ватным диском. И затем еще раз подчищаю первым составом. Еще немножко держим вторую бровь. Проверяем вторую бровь. Расчесываю волоски. Первым этапом мы осветлели волоски, минимизировав асимметрию в бровях. И далее будем подкрашивать вторые точки, чтобы заполнить недостающие участки бровей. Для подкрашивания недостающих участков можно использовать светло-коричневый оттенок краски, либо использовать пропорцию для русых, смешав три оттенка. Светло-коричневый основной, полспичечной головки коричневого, и полспичечной головки графита. В данном случае мы будем использовать второй вариант. Смешаем три краски между собой, чтобы лучше прокрасить кожу под второй точкой. Берем основной цвет светло-коричневый, и по полспичечной головки коричневого и графита. Сначала нам необходимо перемешать красители между собой, чтобы получился однородный цвет. И уже затем я добавлю оксид 1,8%. В пропорции один к одному, чтобы хорошо перекрыть недостающие участки бровей. Перед тем, как окрашивать брови, мне необходимо максимально вычесать осветленные волоски вверх, чтобы не затронуть их красителем. Иначе волоски потемнеют. Можно вычесать с помощью геля, либо с помощью щеточки. И далее я буду наносить краситель под второй точкой. Чтобы придерживать волоски, я могу использовать специальную щеточку. При таком окрашивании бровь будет однородная по цвету. Сначала я наношу краситель по нижней линии, а затем, когда краска немножко окислится и уйдет в коричневый цвет, я натушую на границу, чтобы был плавный переход от цвета к волоскам. Далее подчищаю краситель. То же самое я делаю на второй брови. Приподнимаю во второй точке волоски и прокрашиваю нижнюю линию красителем. Далее подчищаю. Если так получилось, что нечаянно волоски попали в краситель, можно смахнуть с помощью щеточки продукт. Далее я жду, когда немножко краситель уйдет в коричневый оттенок и буду натушевывать краску на границу. Пока краситель окрашивает кожу, мы можем поработать с восковой системой. Сначала я работаю воском под бровью и прорабатываю межбровку. Так как волоски у меня вычесаны вверх, я не могу проработать вверх, чтобы не захватить верхние волоски. Это я сделаю позже. Я вижу, что краситель ушел в коричневый цвет и теперь я могу плавно натушевать границы. Также придерживаю волоски щеточкой и потихоньку натушевываю красочку вверх. Когда краска становится чуть темнее, она уже не такая активная и меньше шансов и возможности перетемнить волоски, даже если краситель на них попадет. Очень мягкими движениями, легкими, я втушевываю краску в границы. Если натушевывая вы смахнули краситель с нижней линии, можно немножко добавить из баночки. И то же самое я делаю на второй брови. Сейчас нужно дождаться, пока краситель уйдет темный цвет, пройдет процесс окисления и мы будем стирать краску. Мы можем начать снимать краситель с головки, чтобы цвет красителя вначале был мягче. И натушевываю на границу. Очень важно дождаться окислительного процесса, чтобы на коже остался хороший след от красителя. У нас завершился процесс окисления и мы можем стирать краситель. Если краситель недостаточно прокрасил кожу, мы можем взять из нашей баночки еще немножко краски и добавить в те участки, где меньше прокрасилась кожа. Еще немножко добавим под вторую точку. Пока брови докрашиваются, мы можем поработать воском по верхней зоне бровей. Немножко опускаю волоски. После того, как поработали воском, проходим первым составом, успокаиваем кожу, охлаждаем, закрываем поры и будем наносить алоэ вера. Стираем остаточки краски. Высветляем зону под бровью с помощью консилера. Проредим сгустки, где имеется скопление волосков и укладываем волоски гелем. С помощью двойной проделанной работы сначала осветления, а затем подкрашивания мы минимизировали асимметрию бровей и сделали цвет бровей более мягким, выровняв форму бровей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok